Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале Семьян и Чемоданах. С вами я, Славян. Мы в полном составе. Погружаемся с вами в новое путешествие. Путешествия по Турции продолжаются. Смотрим, изучаем новые места, новые бухты, новые пляжи, новые достопримечательности. Спасибо. Новые рестораны, новые блюда. И все это в новом сезоне Турция 2022. Кто впервые попал в наш канал, я напомню, что мы сюда приехали на своей машине, Volkswagen Multivan, ехали через Грузию. Тоже несколько мест посмотрели в Грузию, потом заехали в Турцию. Проехали весь Черноморский берег, ну почти весь. Посетили кемпинги, заехали в Каппадокию. И дальше отправились в Мерси, ну и так далее, по побережью Средиземного моря. Все эти выпуски обязательно посмотрите. Не поленитесь, потому что они очень интересные, заряжены на путешествия и на позитив. Ну, собственно, все, как мы... Спасибо. Все, как мы любим. В этом выпуске мы с вами, как всегда, покупаемся обязательно, посмотрим шикарнейший цвет моря. Возможно, устроим даже съемки под водой. Доберемся до старинного города. Обязательно Носенка вчера про него читала, так что немножко вам даже и расскажет. Посмотрим какие-то бухты, что-то покушаем. В общем, выпуск будет максимально интересный. Ставьте лайки, пишите комментарии и погнали в новый выпуск. Мы на днях приехали в деревню, которая называется Чиролым. Тоже на берегу, значит, Средиземного моря, недалеко от Кемера. Шикарнейшая деревня. Здесь сосны, запахи, проходит Ликийская тропа. Нет никаких высоких зданий. Здесь только одноэтажные вот такие вот здания, дворы, вилы. Очень много кемпингов под палатку и все так спокойно, так спокойно. Все так напоминает очень Индонезию, Бали, Азию. И все, кто там бывал, сразу говорят, да, это именно про Азию, какой-нибудь Бали, представляете? Здесь есть магазинчики, цены здесь в два раза выше на все, на что-то даже в три раза. Сегодня в Чиролы открывается рынок. Он здесь один раз в неделю приезжает, такой выездной. Мы тоже хотим туда дойти, что-нибудь купить, посмотреть, что там есть. Ну и, соответственно, вам показать. В целом, посмотреть, как он здесь выглядит, потому что на многих анталийских, аланийских рынках мы были. А вот прям в такой вот деревушке мы не были. Посмотрим по ценам. Вообще рынки здесь всегда дешевые. Но учитывая, что в Чиролы все дороже в два-три раза, то я думаю, рынок будет тоже дороже. Ну, посмотрим. А как ориентир, например, в Кемере клубника была по 40, по ней будем судить. А здесь мы ушли уже с дороги. Здесь, видите, такие капельщики-капельщики идут. А слева уже непосредственно пляж и море. А вот это вот, это уже начинается Ликийская тропа. То есть это Ликийка в другую сторону идет. И, собственно, мы идем в сторону Олимпуса. Идти нам, я не знаю, келом, это три, наверное. Ну, посмотрим. А, возможно, мы сейчас сначала где-то искупаемся. Да, Тёма? Да. А потом продолжим путь. Мы так и сделали. Мы сейчас сначала искупнемся, а потом дальше будем продолжать. Посмотрите, пляжи, в принципе, вообще пустые, никого нету. Сегодня, правда, волна на море. Но я думаю, она нам не помешает. Чья-то лодка, скалы, шикарные. Родик, мирошка там со сленкой. О, красота. Ну, пойдемте вам покажу цвет воды. Он просто нереальнейший вообще. Лучший цвет вообще в Турции, который мы когда-либо видели. Ух, волна парней, гасись. Ух, вообще. Ой, какая красота. Ух, а какие виды. Освежились и теперь двигаемся дальше. Возможно, это не последний раз, когда мы освежились. Потому что нет никакого понимания, сколько нам идти. Местами вот такая история. То есть я не знаю в другой тропы, как идти не по пляжу. Это вот пересушенная река, которую, собственно, мы сейчас преодолеваем. Ну и до Олимпуса нам вроде как чуть-чуть. Вообще, вот пляж. Вот так выглядит. Там еще какие-то кафешки. Виды, виды просто кайф. Начались старинные стены. Видите, остатки? И вот на скалах есть постройки. Но я думаю, что это только начало. Там, кстати, наверху вон человек стоит. В бинокль смотрит. Кто-то оттуда уже возвращается. Кто-то только идет, как, например, мы. А вон туда вот очень классно плавать. На сапах вот эта пещерка. Туда можно прям заплыть. Но у ИСАПа нет. Но его здесь можно взять аренду. Стоимость 200 лир на час. Правда, я не знаю, что здесь за час успеешь. По-моему, ничего не успеешь толком. Подошли к той реке, про которую я говорил, которой нам нужно будет перейти. На ней даже есть мост. Так что та, которая пересушена, это, по-моему, была не совсем река. Здесь такие скалы. Везде предупреждение о том, что осторожно. Возможно падение. Ну и, конечно, мы пройдем вот так вот. Коспозной грот. Опа. Смотрите. Шипс. Здесь вот на входе продают сразу семиты. И кукурузу. Сейчас купим семиты. Так, семиты купили 5 штук. Здесь они по 10 лир. Вообще, обычно они 2,50. А вот здесь почему-то все вот так вот дороже. Получается в 4 раза. Здесь река. Плавают утки. И мы начинаем идти. Кстати, вот здесь достаточно хорошо с коляской. А так тащили ее по пляжу, конечно, очень сложно. Здесь стенд. Олимпус. И есть история. Правда, история на английском языке. Поэтому мы ничего особо здесь не поймем. С чемоданами сюда нельзя, с колясками нельзя, в палатке нельзя. Так, вот здесь. Видите, везде знаки с черепахами. Здесь размножаются черепашки. Поэтому нужно быть предельно внимательным. Вход, кстати, платный. Сейчас узнаем, сколько стоит. И оставим здесь, наверное, коляску. Мы зашли. Стоимость 90 лир. Радюш, дай билетик, пожалуйста. Вот такие нам билетики выдали. На самом деле, я когда услышал цену в 90 лир, я хотел уже не идти. Ну, я даже не представляю, что нас там ждет. Если это просто какие-то там, типа, руины, прям руины, то... Дети, кстати, бесплатные. Дети free. Baby free. Вот так вот. Я ему объяснил, он сказал, да, окей. Ну, посмотрим. Надеюсь, там интересно будет. Вот через эту реку был каменный мост. Ну, собственно, здесь только остатки от этого моста. Мы сейчас тут фотографии видели. Как это выглядело. А это уже непосредственно стены, видимо, укрепления. Да. Здесь, конечно, сложно гулять в том плане, потому что все таблички информационные, которые можно было почитать, а не на английском. Надо учить язык. Ну, вот, например. Это, видимо, восстановлено, прорисовано. Вот так это все выглядело. Сейчас вид сверху получается, вот, руины. Ну, вся информация, да, потому что я говорил на английском. Здесь можно вообще вот так вот походить. Прям вот в этих стенах, да, получается. Ощутить себя, как будто ты здесь живешь. Вон, видите, туда, 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 туда. Углубляться. Вот дверь, например. Да, прикольно. Смотрите. Различные комнаты. Очень большой, прям очень большой и очень древний этот город. Его даже захватывал сам Юли Цезе, представляете? Насколько давно это было и как все сохранилось. Сохранилось, конечно, не вау, но тем не менее. Здесь есть на что посмотреть. Есть где полазить. Ну, для любителей вот таких вот старинных, конечно, античных городов. Это прям классно. Это, как, знаете, всего рода в заброшках для сталкеров, где можно испытать такой адреналин. То есть здесь просто можно поизучать историю. Точнее, даже не то, чтобы изучать, прям углубиться в нее и пропитаться к ней. Олимпус считается самой популярной достопримечательностью в Чиралах. Это древнейший-древнейший город, который существует приблизительно там до начала 4 века. И, кстати, основали его ликийцы. Он относился к ликийской лиге, да, вот ликийская тропа здесь проходит как раз-таки. В один период его захватывали, или точнее прятали здесь пираты. После чего его захватил сам Юлий Цезарь. И здесь была Римская империя. И упадок этого города пришел на время Византии. Так пишут в источниках в интернете. Это я немножко почитала. Сам город очень большой. Ну, в целом, если вы часто, вот как мы, путешествуете и по разным таким штукам, то есть, ну, оно уже как-то не воодушевляет, что ли. Интересно, конечно, побродить, посмотреть. Но, учитывая, что мы это все сейчас в последнее время очень часто смотрим, у нас как-то не сильно впечатлил. История, да, если вы любите историю и изучаете какие-то моменты вот эти, то вам, конечно, очень будет интересно. Указатели, я так предполагаю, это какие-то микрорайоны этого города. Да, конечно, очень не хочется посмотреть, как это действительно смотрелось вот тогда, в те годы. Но, увы, что уцелело, то уцелело. Здесь даже есть вот такие просто лавочки. Так, а это мы заходим, похоже на какую-нибудь гробницу, что ли. Там ничего нету, здесь столько. В общем, что это за плита, я не знаю. Мне кажется, это гроб. Не знаю, там. А что такое гроб? Тащили-тащили Мирошку, он, короче, спал через все камни. В итоге только началась более-менее нормальная дорога, он проснулся. Вот, как раз попадаем сейчас на рынок. Но у меня есть цены, про которые я говорил. Сейчас поглядим, что-нибудь прикупим. Что здесь есть. Он сразу бросается в глаза, то что здесь цен нет. Вот эта история так себе. Вон граната сливы. О, красота, черрики. Он такой маленький. О, авокадо, надо пощупать авокадо нам. Есть арбузы, не такие, конечно, большие, как у нас. Берем инжир, он по 60. Килограмм нашли авокадо, две штучки только мягкие и сливы. Здесь, короче, все можно тестить. Такой, маток сыра, да, огурец. Родик, ну ты чего? Вкусно очень. Дай попробую, Тём. Давай, возьми, ну класс. Мы купили ещё вот такую ореховскую пасту с семечками, объедением. Просто нереально. 30 лирвы такая небольшая стоит. Но науше, смотрите, просто все на неё напали. Мы с ним ещё огурцы хотим купить. Ещё берём свежевыжный сол. Мы, кстати, сейчас от рынка идём по такой главной дороге. Здесь тоже, вот видите, всё. Кафешки, кафешки, Тём, подними, пожалуйста. Обожаю турецкие рынки, потому что здесь можно ходить и всё пробовать. И на самом деле заходишь на рынок, везде всё дегустируешь. И под конец рынка на самом деле ты сытый. Шлифуешь всё это дело гранатовым соком. И просто красота. Вот как лайфхак, как ходить на рынке. И, кстати, если вы здесь будете и не знаете, обязательно торгуйтесь. Они это любят и прям приветствуют даже. Вот у нас, например, сок там вышел на 60, мы дали 50, говорим, окей. Он говорит, окей. Ещё здесь, кстати, вот можно арендовать байки, велосипеды, детские велосипеды, беговелы. Ну, понятное дело, что машины все катаются здесь на великах. Реально вот прям как на Бали. Кто-то, конечно, говорит, что Турция это холодная страна, ничего здесь нет. Но мы такое наслаждение испытываем, что идём, растут мандарины, апельсины, гранаты. Берёшь, срываешь, ну, если это висит на нейтральной, так сказать, территории. Вот мы пока идём, нарвали гранат. Всякие разные, ну, такие, видите, вот уже они открытые, прям спелые-спелые апельсины. Красота. Настенька сейчас правильно говорит. Так, спасибо. Если Мирошку сейчас перевезти в зиму, одеть в комбинезон в зиму, вообще попутный, да, сынок? Я привык раздет и носить, а привет, привет всем. Вот я гранатик, пил сок гранатовый, да, на рынке пробовал. Мы пока ходили-бродили, столько людей сюда приехало. Это водные путешественники, ну, кто на байдарках. Наверное, они здесь на один день. А у нас сегодня приедут нам друзья, а сюда, правда, мы даже не представляем, куда-нибудь здесь встанут, кой-либо. Вот так вот сейчас всё занято лодками, байдарками надувными. Ну, ничего. Куда-нибудь да встанут. У нас здесь с утра была проблемка. С утра был свет, потом света нет. Соответственно, света нет, Wi-Fi нет. Мы думали, пока сходим погуляем, всё будет норм. В итоге приходим, нет, я не знаю, что дальше делать. Сейчас нужно первым делом проверить мясо. Ну, а нет, здесь ещё прохладно. Ну, в холодильнике ещё достаточно холодно, поэтому наше мясо пока уцелело. А потом, если что, сейчас друзья нам привезут продукты, мясо мы оставим в их холодильнике. А пока выпьем айран, чтобы дали свет. Это наш урожай, это мы его собрали. А вот это, вот это всё, что мы купили. Вон молочко, вот здесь молоко 27 такое стоит, на рынке за 20 купили. Сыр очень вкусный. Огромное количество помидор, ну черрики. Здесь только черри надо брать. Яйца 20-ку, это сливы, это инжир. Так, это паста, это огурцы, это авокадо. И, собственно, Родик решил тоже гранат поесть сам. Без в ранениях. Обедаем нашим любимым супчиком. Да, парни? После обеда хочу сходить в очень интересное место. Надеюсь, отойдём все вместе. Все вместе? В какое место? Где очень крутая вода, пойдёшь на скалу? О, ты где-то на троне летал? Да. Да, пойду. Пойдём. Сидим, обедаем, никому не мешаем. И тут, и тут снова они. Снова они. Брия! Я говорю... Вы про корочки, и панчиком, и мяском, и вообще... Вы про каких корочек? Про вот этих? Понятно. Нет, ничего нет. Понятно, давайте. А почему? Сочи? Славян, лучше помоги мне, посмотри с того угла. Я не люблю, чтобы тебя там уроки. Что, не меня? Давай, тут нет тока. Кактус? Тихо, ты кактус поцарапал. Да, вот с такой махиной. Давай-давай, идёт. Короче, славян будет сейчас погибать ракеткой. Блин, побыстрее у меня, слушай, у меня рука-то не выдержит, так ни хрена себе. Так, ладно. Да, подожди, я привыкнусь. Так, ну вот, фух. Протащил он его. Ну, неплохо. Вот так вот. Махина. Вот так вот. Профессионал. О, дети радуются. Смотрите, за хиро-хиро. Всё. Отлично. Паркинг. У нас заработал свет. Холодильник активировался, мы его забили. Ребята привезли продукты. Так, мы у ребят в доме решили запустить нашу Китю. Китик к нам в дом пришел. Понеслась. Поможем. Сейчас, кстати, сделали перевод. Я делал через корону со своей мировской карты. Перевел получить наличными. В итоге долго наличными не получал. Нажал перевести на карту. У ребят как раз есть карта уже Денис Банка. Получить на карту ввели. Ввел просто номер их карты. И комиссия получилась всего лишь 60 лир. То есть вот прям максимально выгодно. Надо, короче, срочно себе нарулить карту. И будет прям максимально все просто. В общем, возьму у Лада карту. И вот здесь банкоматы стоят на въезде. Всякие разные. Денис тоже есть. Пойдем получим. Ну все, мы выдвинулись. Пойдем на очень красивое место. В предыдущем видеоролике я там летал на дроне. И кто не посмотрел, блин, посмотрите обязательно. Потому что цвет воды, вот знаете, здесь такой. Через скалу уже другой цвет. Это просто фух. Обязательно гляньте. Сейчас тоже полетаем. Ребята тоже с собой взяли дрон. В общем, погнали. Кайфую от того, что здесь пляжи вот прям максимально пустые. Атмосфера. Шикарная гора. Торчит высота 2550 метров. И когда есть постройка, и прямо отсюда прослеживается, что туда идет то ли провода, то ли какая-то канатка. Точно не знаю. Вон острова, скала. Это тоже вот остров. На дроне показывал. Сейчас попробуем туда подойти. Возможно, максимально ногами подойдем. Не знаю, мои-то точно не пойдут. Потом у ребят есть саборд. Возможно, возьмем просто сплавом. Еще у них есть надувная каяка. Ну, очень атмосферно. Тут в те бухты тоже хочу сгонять. Я бы с удовольствием пешочком даже. Экстремальненько. Мы дошли до того места, где стоят ванлайферы. Есть такое поле футбольное. Ну, в том выпуске показал. Стоят корабли. Я не знаю, спускают их на воду или не спускают. Причем там даже есть доски, видимо, разбитые корабли. И есть корабли на воде. Моя цель пробраться каким-то образом вот на вот этот остров из скалы. Надеюсь, у меня получится. Я даже подумал бы о том, чтобы просто закрепить сейчас камеру на голову и, если что, сделать это вплавь. Но рельеф там такой скальный. Я думаю, что здесь водоросли и очень будет сложно забираться. О, посмотрим. Там простой грилл, видите? Стоят лодки. Предлагают различные экскурсии, покатушки. Какие там острова. Но это точно стоит сделать. Я думаю, что мы это сделаем. Обязательно возьмем какой-то катер, снимем и отправимся куда-нибудь. Здесь есть недалеко остров, куда всех возят. Называется Турецкие Мальдивы. Вот туда очень хочется, конечно, скататься у нас. И ребята, кстати, ездили. Еще ребята, которые были на ваннаж-тусовке, тоже ездили. Там прям очень-очень красиво. Ну, а я напомню, я хочу пройти вон туда, вон туда, вон туда, по камням, попробовать забраться на скалу. Мои решили остаться, собственно, пока покупаются. А мы вместе с вами отправимся. Попробуем. Не уверен, конечно, что получится, потому что там прям камни-камни такие. Но все возможно. А еще здесь вот такая вот скалистая история. Главное, чтобы сорвалась нога. Но в целом пробраться можно. Прекрасный человек. Затащил меня. Затащил меня. Полазит по скалам. Пойдем-пойдем. Что-то граничит свою смерть, как я люблю. Придет шторм. Да. Это супер, да. Пройти все равно можно. Главное, чтобы ничего сверху не свалилось. Это самое главное. Ух ты. Белые камни. Ну хорошо, хоть они не скользкие. Плюс-минус. Плюс-минус получается. Мы здесь увидели канат. Видимо, можно подняться наверх. Ага, он в соте это отрубленный, видишь? Оторвали? Ага. То есть кто-то поднялся. Ха-ха-ха. Нет. Нет, рубил, да? Удачно. Но нет, надо туда идти. Между двумя скалами встать. А вон еще канат. Или что это? Удочка? Ну, мы дошли до пункта назначения, куда я хотел. Здесь прям межскальный проход. И ты попадаешь совершенно в другую бухту, где другой даже цвет моря. Невероятно. Смотрите, какая красота. У нас там еще солнце. Здесь уже солнца нету. Про что я вам говорил, что люди плавают на сапах. Я, конечно, думал каким-то образом забраться на вот эту скалу. Да, это, конечно, будет экстремально, потому что очень такой крутой спуск. Но у нас это не получится. Вау, какая теплая вода. Здесь просто вот так ложишься в бассейн. Так. Ну, я думаю, что... Сюда даже еще можно пройти. Между камней. Смотри, чтоб скользкие не были. Опа. Неплохо. Вот, видишь, можно пройти. А вот на нее забраться уже никак. Либо с той стороны надо, знаешь, на сапе подлазить. Туда. Вау, это офигенная бухта, а завтра я не на сапе. Смотрите, красные. Красные камни. Что ж там? Что же там? Да. Такой мя такая. Другие скалы даже уже здесь, видишь? Еще цвет другой есть. Вон острова. Греческий вид. Посмотрите, какой цвет воды. Да. Возможности проходить все меньше и меньше. А-ля остров прямо из скалы вылез. А здесь еще зеленые они. Опа. А здесь мусорные. Думаешь? Да. Блядь, ты посмотри, какой там пляж, блядь. Ты не любишь человеку, наверное. Да. Вот сюда на машине вообще никуда никак не подъехать. Здесь нет никаких дорог. Вот только либо вот на сапах подъезжать, либо поверху через заликийскую тропу. Она вот здесь вот идет через хребет и вот так спускается как раз к этому пляжу. Здесь, короче, рыбы плавают, которые ты только заходишь в море, и если ты останавливаешься, они начинают кусать. Ну, как бы, как такое ощущение? Типа тебя щипают. Вот, и я сейчас занырнул, ну как занырнул, спустился просто, чтобы проверить глубину. И мне Влад говорит, на тебя плывут стая рыб. И оттуда как дернул. Короче, не знаю, что это за рыбы. Надо взять маску, наверное, в следующем выпуске сделаем и посмотрим. Здесь вместе с вами подводный мир. Он здесь точно красивый. Я уже видел кучу красивых рыб. Надо с масочкой, с камерой повторить. Ну, как без экстрима? Вот этот канат, я до него добрался и пытаюсь сейчас по нему наверх забраться. Ладно, надеюсь, получится. Увидимся там, на вершине. Получилось. Но мне, конечно, очень хочется все-таки вот сюда. Смотрите, какая здесь природа. Да, прикольно. Вот она бухта. Собственно, куда мы не смогли пройти, здесь можно наверх туда. Опа. Ой, сколько нам еще предстоит облазить природных мест в Турции. Невероятно. Так что обязательно, если они подписаны, обязательно это сделайте прямо сейчас. Ой, куда мы с вами попали, ребята? Надеюсь, надеюсь, я не упаду. Ой-ой-ой. Слушайте, конечно, смешновато. Ух. Ух-ух-ух. Он не обвалится, надеюсь? Ну-ка, попробуем пнуть. Да не, вроде держится крепко. Высота просто. Ух. А видите, как красиво там. Ух. И вот где мы стояли. Вот это красоты. Вот это красоты. Вот это красоты. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok